Иркутск Денег, который был у нас в ногах Еще маршрутку мы тут Прождали минут 50 Очень короче, жопа А сейчас идем на автовокзал Покупать билеты на завтра на Ольхон Итак, друзья Вот мы и обилетились Завтра в 10 утра Стартуем из Иркутска в Ольхон С автовокзала Вот так вот, билет стоит 510 рублей У одного человека А сейчас идем в хостел Заселяться, мыться И гулять по Иркутску В этом доме Мы и будем жить Такой деревянный дом В Иркутском Есть таких, кстати, много Вот Ну что, друзья Вот мы и вписались в хостел Называется по-французски Что-то там театр Вот, собственно, кухня Небольшой уголок Так Идем дальше Здесь Иламина Туалет Комната еще куда-то выше есть И вот наша комната Кровать Стол Шкаф И окно Собственно Вот Стоит 1200 Но нам как раз недалеко от автовокзала И завтра отсюда А сейчас гулять И кофе пить Очень хочу кофе Так, друзья Добавлю кое-чем Мы должны были жить Вот в том номере У нас переселили Вот в тот, где мы Который я сейчас вам показывал Так вот Тот, которым мы должны были жить Он стоит 1200 А тут Когда нас заселили Он дороже Но У нас нас не взяли Больше денег Просто пересели А вот он Это кичердак Шторех местный Но мы жили бы не вдвоем Итак, друзья В Иркутске После заселения И помывки Мы решили попить кофе Вот И выбрали для этого Кафе Белая Ворона Кофе-лате 05 Т-05 Бренчики С курицей Что там Грибами И сыром И у меня вот так лучше трудит Или пирог Я не знаю Пирог, наверное, лишний Вот Так вот Кофе стоит 205 рублей Пирог тоже 205 рублей Бренчики 167 В общем, все на все Всего-навсего У нас вышло 782 рубля Как говорится Могу себе позволить Раз Зал отпуск Шикануть Ну, надеюсь, это очень вкусно И я в этом уверен Все, пробую Собственно, вот здесь Мы только что и попили кофейку Кофе-огонь Реально Его много Пол-литра Я полон кофе Пирожок Вот этот мой Пирог Лишневый Тоже реально вкусный И блины Тоже огонь Так что вот так вот Наелись, напились Сейчас будем гулять Ну вот, друзья, мы прогулялись по набережной Ангары Набережа небольшая Но очень крутая Надеюсь, сделают еще Потом побольше Ее подлиннее В принципе, понравилось Ну, идем теперь в город гулять Посмотрим, что там Дом правительства И площадь Графа Спиранского И фонтан Красота Лепута И тепло През 25 Мне уже Иркутска нравится Снова вышли на набережную Ангары Но уже другую Такая вот попроще И здесь тоже присутствует памятник Александру Третьему Как и в Новосибирске, собственно Не знаю, почему Такая любовь к императору Александру Третьему Ну вот Здесь тоже такой памятник есть В Иркутске Разработан и проложен Туристический маршрут По историческому центру И он обозначен На дороге Зеленой линии Вот так вот По всей дороге Где находится Туристический маршрут Он прорисован Вот И такие стоят памятные Таблички Ну вот, собственно По этому маршруту Мы и двигаемся Только мы в противоположную сторону А какая разница А сейчас Сейчас пойдем Лопать бузы Это то же самое, что позы Только бузы Это бурятское название А позы Это русское название Вот так вот Итак, друзья Зашли мы Отведать позы бузы Так вот Выглядят они как манты В принципе готовятся Так же как манты Тоже на пару А одна штука Стоит 40 рублей Про это место Мы узнали из интернета Где хорошие бузы Позы В Иркутске Выдало это место Потому что оно Там 10 из 10 По вкусу Готовили их 15 минут Прямо вот с полу жара Так что будем пробовать Эти бузы Или позы Едят руками Как кинкали Не знаю как Но можно накусить и выпить А, горячие Ммм, вкусненько Ладно, буду есть Двумя руками Вот тут вход Мы откушали эти позы Они же бузы Бурятские Вообще огонь Свежак Готовили прям Не то что разогревали Готовое А именно готовили Ждали 15-20 минут Советуем Это сеть Их по-моему Штук 6 По городу Так что Будете в Иркутске Обязательно попробуйте Советую Огонь Символ И герб Иркутска Бабр То есть это Животное Рысь С хвостом бобра А в зубах У нее куница По-моему Кто не в зубах? Соболь Соболь Это не рысь А тигр А Это тигр С хвостом бобра А в зубах У него соболь Почему так? Непонятно Надо рикипедию читать Местный Дедушка Нам рассказал Почему бабр Такой вот бабр В чем-то тигр С хвостом Бабрином Суть в том Что когда прислали Губернатора Сюда С запада Он думал Что бабр Это хищный Бобер И распорядился Заменить тигриный хвост На бобровый Вот Это вот Такая вот фигня И из тех вот времен Так и есть А сейчас мы идем В квартал 130 Вот здесь вот Собранные дома Резные Деревянные Но они уже сделаны Как какой-то торговый Развлекательный комплекс Все в ресторанах Кафе В магазинах Ну такая прогулочная улочка В которой Можно прогуляться Собственно Что мы и делаем Решили взять шавуху Большая шавуха Стоит 160 рублей Из курицы Жду Собственно Вот она Шаверма Большая Куриная Взяли мы Вот в этом заведении Закусите Стоит 160 рублей Реально вкусная Хорошая Где мы ели А В листьянке В листьянке не такая вкусная Здесь вкуснее Горячая Ну опять же Капуста Картошка фри Морковка даже есть Ну в принципе нормально Так что Будете в Иркутске Заходите в шаверму Заходите В закусите Советуем Друзья В Иркутске уже Все темнеет А за моей стеной Вот там вот Может видите Не знаю Не видите Памятник Колчаку Дорогу не перейти Пешеходных переходов Нет А потом так выше Не перебежать Ну Как смог Показал В Иркутске Совсем потемнело И мы перед сном Посетили магазин Лента И затарили Целую сумку еды На неделю На Ольхон А теперь Идем в поздную Поесть поз Посмотрите Как здесь Лошади прошли Видимо ЦС Кайвера Итак Пришли снова в позную Этой же сети Но другую Не смотрите Как здесь Обстановка уже Значительно лучше А позы Вот они Надеюсь Такие же вкусные Все Пробую Горячки Да Друзья Позы Такие же Вкусные Как и там Так что Заходите Реально Огонь Особенно Сожгучим перцем Эх Собственно Вот Это крутое место А все Мы идем Костел Мыться Собираться Спать До утра Рано Вставать Так друзья Краткий Итог Сегодняшнего дня Ну что Приехали Здесь Свянки Кое как Проблемы С автобусами Народу много Автобусов мало Прожали 50 минут Маршрутка Шла Где-то Час 10 Стоило 120 Ну я об этом Рассказал Так Что еще Мы приехали В Иркутск Вписались В ход Солн Неплохой Погуляли по городу Поели поз Очень круто Закупились Продуктами Нарьхон И завтра С утра Уезжаем Нарьхон Все Спокойной ночи Редактор субтитров Корректор А.Кулакова